Всем здравствуйте! С вами Валентина Земскова. Пришло время пересаживать драцену гоцепа. Смотрите, какая она красивая, как окрашены листочки, какие интересные белые пятнышки на зеленом фоне. И эта драцена растет у меня очень давно, и она растет очень медленно. Это такое медленно растущее растение. И я ее получила череночком, 2 месяца где-то укореняла в воде, очень долго укореняется. И растет она у меня где-то 4,5 года. И растет вот так медленно, что еще в таком маленьком горшочке находится. Но смотрите, как густо разрастается, и я ей добавила удобрения. Вот смотрите, сейчас 21 год, а добавила в прошлом году, 11 февраля, осмокот про на 5-6 месяцев. И вы знаете, вот с наступлением весны, вот где-то месяц назад, наверное, она стала активно выпускать новые листочки. Вот эти светлые, видите, светло-зеленые листья, это новые листочки. То есть вот она активно стала выпускать. Я думаю, что удобрение вообще ей, конечно же, пошло на пользу. И вот сегодня я буду пересаживать, сегодня 26 апреля 2021 года, буду пересаживать в горшок побольше. Это у меня 3-х литровый горшочек. Здесь, конечно, я не знаю, сколько литров, ну, ну, не знаю, наверное, полтора, вряд ли, наверное, все два. Ну, вообще, конечно, я так не могу на глаз определить, если честно, но этот 3-х литровый. И я думаю, что вот как раз в самый раз будет. Естественно, я буду добавлять удобрения, но в этот раз буду добавлять не осмокот про, как я добавляла в прошлом году, а буду добавлять осмокот экзакт. Вот, стандарт на 5-6 месяцев. Тоже здесь вот азота больше, чем вот всех остальных. Азот, фосфор, калия, азот 15, фосфор 9, калия 12. Я показываю, потому что всегда вопросы потом возникают, какое именно удобрение я использую, поэтому сразу показываю. Вот, и, естественно, я буду пересаживать в тот же грунт, который я использую для всех своих комнатных растений. Пока что я не изменяю этому грунту, ничего другого не использую. Хотя, конечно, хочется попробовать, но пока не рискую. Пробую то, что есть. Вот, и вот в прошлом году то же самое. На торфяной основе универсальную землю использовала с вермикулитом. И в этот раз буду использовать так же. Вот я уже подготовила. Вермикулиты, конечно, бывают разные. Вот каждый раз мне попадается разный. Это зависит от фирмы. То бывают слишком мелкие, но светлые, наиболее светлые. То бывает крупноватый вермикулит. Вот сейчас мне попался вот такой какой-то темный. Вот, прям темный-темный. Поэтому вот я насыпала и сейчас перемешаю с универсальной землей. И будем с вами вытаскивать из предыдущего горшочка и смотреть, что там за корешки. Драцина, конечно, меня удивила своим ростом этой весной. Я, честно говоря, не думала, что я буду ее пересаживать. Потому что я смотрю, что она и так медленно растет. Думаю, ну, наверное, в этом горшочке еще посидит. Но она как начала расти, я думаю, о-о-о, нет, надо ей помочь. Надо ей расширить пространство. Так дело не пойдет. Поэтому я вот и приступаю к пересадке. Так, здесь у меня вот такой трехлитровый горшок. Вот они есть, дренажное отверстие. Сейчас керамзит на дно добавлю. Ну вот, достаточно. Сейчас давайте вытащим вообще из предыдущего горшочка, чтобы посмотреть, какой земной ком. И мы с вами уже будем знать, сколько земли добавлять. Ай, у меня что-то такое чувство, что не все плетено там внутри. Сейчас примнем и вытащим. Не особо хочет вытаскиваться. Так, пошло дело. Вот. Вау! Смотрите, видите, как вниз корешочки растут. Тонюсенькие такие. Вот, видите, из керамзита уже он там выглядывает. Ага, видите, не особо там вот по краям разрослось, сколько вниз. Здесь очень много свободной земли, которая не использовалась. По идее, она могла бы посидеть. Но, как вы видите, еще в этом горшочке. Но, как вы видите, корни все-таки вниз растут. Поэтому, неплохо, что мы сейчас пересадим. Как раз вот продолжат корни вниз растить. Так, ну, по сравнению с вот этим объемом горшка, земляной комчик очень маленький. Но, как раз, вот и есть куда расти. Ничего страшного. Так, насыплен на дно земли. Так, надо, наверное, еще чуть больше. Еще не забыть бы мне удобрения добавить. Значит, я удобрения использую чайную ложку на литр субстрата. Поэтому сюда, естественно, добавлю 3 чайные ложечки. Ну, вот сейчас на дно 2 добавим. Вот так. Перемешиваю, естественно, это все. Так, ну, давайте примерим. Вот, чтобы видно было. Вот так достаточно. Можно уже досыпать по краям. Очень много, так видите, стебелечка прозрослась. Учитывая, что был совсем маленький череночек. И я так надеялась, что он укоренится. И вот он укоренился. Здорово. И теперь медленно, но верно растет у меня в домашних условиях. Вот так. Досыпаем. Вот. Со всех, что красота. Правда, листья очень красивые. Конечно, когда разрастется, будет еще лучше. Ну, пока вот так. Так. Это что? Ну, можно отрезать аккуратно. У меня такое чувство, что вот она выпустила листочки. Все. Больше не будут выпускать. А я ее тут пересаживаю. Ну, сейчас она, конечно, будет упорнее отращивать. Но ей вниз надо расти. Все-таки. Она вот не так в сторону вширь корешками. Видели, да? Растет. Сколько вниз ей надо. Так, ну вот, что у меня получилось. Теперь все. Теперь поливаем водичкой. А, нет. Я же забыла еще одну ложечку добавить. Ну, конечно. Еще одну ложку удобрения. Сейчас я сверху вот так вот рассыплю. Вот. И аккуратно тут перемешаю. Здесь можно перемешать. Корни не мешают. Все так распределяем. Все. Теперь поливаем. Драцена готова. Теперь я еще подпишу, чтобы не забыть, какое именно удобрение я использовала. Вот красавица. И все. И будем знать уже. И будем следить за ней. Как она будет расти. Как она будет разрастаться. Так что ей дали больше пространства для того, чтобы она еще быстрее росла. Вот. Стоит она у меня обычно на подоконнике. Там такое окошко, что я на раз открываю проветривать. И ничего страшного. Ей сквозняки вообще по барабану. По-моему, она спокойно себя чувствует при этом. У меня там еще фикус стоит пестролистный. Которому тоже все равно. Сквозняки, не сквозняки. Это зеленый фикус сбрасывает листья. А вот эта утрацена спокойно себя чувствует тоже. Вообще никаких проблем. Вот. Так что все. Ждем, когда разрастется. Но она будет, конечно, медленно расти. Может быть, через год мы на нее посмотрим. Так что все на этом. Спасибо всем за внимание. Красивых вам цветочков. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...